Пандемия не сдает свои позиции, а потому уже ввели обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан. Для того, чтобы съездить на отдых, в командировку или просто выйти на работу, необходимо иметь при себе справку о наличии антител, ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации. Однако не все граждане получают эти документы законными методами. Это как бы подделка и нечестно получается, что ты как бы можешь быть положительный тест на коронавирус и проедешь за границу там или куда-то. Это в первую очередь риск для тех, кто не вакцинирован еще, если вы обманываете их, соответственно, вы их жизнь подвергаете угрозе. Спрос рождает предложение, и появление такого товара не заставило себя ждать. Злоумышленники уже сейчас активно продают поддельные сертификаты. Сайты однодневки с такими сомнительными предложениями можно найти и сегодня. У нас можно купить справку о вакцинации от коронавируса в Нижнем Новгороде, которая будет изготовлена без посещения поликлиники и доставлена за один день. С таким сомнительным предложением к жителям Нижегородской области обращаются на сайте с многообещающей вывеской «Лучшее качество по самым низким ценам». Давайте попробуем позвонить по указанному номеру и узнать, действительно ли здесь продают поддельные сертификаты. Разговор получился коротким. Нет, к сожалению, не сможем вам помочь. Извините, мы не делаем какие документы. Но на сайте указан ваш номер телефона и написано, что вы такие справки делаете. Спустя некоторое время после звонка сайт заблокировали. Позднее доступ к нему снова появился. Зачастую сертификаты продают мошенники. Гарантии того, что покупателю действительно пришлют фальшивку после ее оплаты – нет. Особенно учитывая тот факт, что обратиться в правоохранительные органы обманутый клиент не сможет. «За данный вид деятельности предусмотрена уголовная ответственность. То есть как за продажу этих сертификатов, так и использование гражданами поддельных сертификатов на вакцинацию. Гражданину может быть в случае привлечения к уголовной ответственности ограничение свободы, принудительная работа, либо лишение свободы на срок до года». Ответственность лжепривытым ужесточается, если будет установлено, что он кого-то заразил, либо по его вине кто-то умер.